Привет! У меня есть толстенная книга, вот такая, книга афоризмов, где умные люди говорят какие-то замечательные вещи. И вот я недавно читал, листал ее и там обнаружил такое высказание какого-то великого человека, он говорит примерно, смысл дословно не помню, но смысл такой. Все великие люди стремятся, воздействуя на людей, привести свое сообщение к максимальной простоте. А все не очень великие люди, они говорят сложно, красиво, используют самые разнообразные профессионализмы. И именно этим они отличаются от великих людей, поэтому они не великие. Вот примерно такой смысл. И применительно к нашему делу, тут это высказывание очень важное, я считаю. Вообще, кто такие великие люди? Кто такие великие, успешные, известные люди? Ну, само слово, известные. Если великие, значит известные. Если известные, значит его знают люди. Если его знают много людей, значит он известней, величественней, значит значимей. То есть, все ясно. Чем больше людей тебя знают, чем на большее количество людей ты можешь оказать влияние, Чем больше людей ты можешь затронуть в своей деятельности, неважно чем ты занимаешься, тем ты более велик. О как! А в сетевом бизнесе как? Чем больше твоя организация, тем больше продаж ты делаешь, чем больше товарооборот вместе со своими людьми ты совершаешь, чем больше денег ты зарабатываешь, и чем большему количеству людей ты помогаешь изменить жизнь к лучшему, тем ты более значимая фигура в этом бизнесе. У тебя поэтому есть статусы, поэтому у тебя есть чеки, поэтому тебя все знают, поэтому все тебя ждут, когда ты приедешь выступать. Вот и все. Итак, великий человек это тот, который влияет на людей в большом количестве. Вот Ленин, великий или человек Ленин? Глупейший вопрос. Конечно, конечно, это не просто великий человек, это гигант, это глыба. Другое дело, с какой точки зрения на это смотреть. У каждого свое отношение к этой личности. Но то, что он изменил судьбы миллионов людей, это 100%. Да не только просто люди. Целые страны, целые континенты, благодаря деятельности одного единственного человека, были затронуты, изменены и улучшились или пострадали, это уже не имеет значения сейчас. Применительно к нашему делу, что можно говорить и нужно говорить, о чем идет речь? Речь идет о том, великий, успешный предприниматель, бизнесмен, сетевик, стремится рассказывать о своем бизнесе, а по-другому никак бизнес делать нельзя, никакой, кроме как рассказывать об этом бизнесе, доносить свои идеи, свои продукты, свои услуги до сознания людей, показывать им выгоду и преимущество вашего бизнеса. Он всегда стремится к тому, чтобы упростить, упростить, сделать свой рассказ простым и ясным. Зачем? Для чего? Да он потому и великий, что он понимает, что затронуть большое количество людей можно только лишь, исходя из того, что люди разные, уровень подготовки разный, объем знаний разный. Поэтому его рассказ должен быть таким, чтобы человек поверил в себя, чтобы он понял суть, чтобы он ухватил сразу идею, чтобы он понял, что он сможет тоже это дублицировать, повторять. Чтобы он не пугался этого обилия фактов, цифр, различных терминов, профессионализмов и так далее, и так далее. Вот в чем фишка. И чем глубже ты понимаешь смысл своей работы, что твой спич, твои сообщения должны быть простым, ясным и вдохновляющим, тем ты успешнее. Тем большее количество людей двинется за тобой. А если это так, то значит ты добился своих целей, ты построил то, что ты хотел построить. Итак, повторим, повторим. Величие человек определяется количеством людей, которые за ним идут. Люди идут за людьми, за тем человеком, который для них является примером, которые, говоря о чем-то, создают у всех представление, что это просто, что это доступно, что и я, маленький человек, сидящий где-то в архуяровке, и я могу стать успешным. И я могу начать и сделать этот бизнес так же здорово, как вот этот человек. Мало того, что ты говоришь просто и понятно, ты еще говоришь вдохновляюще. Ты затрагиваешь не только его способность воспринимать факты и оценивать цифры, сведения какие-то, но ты затрагиваешь его еще и эмоциональные стороны. Ты играешь на каких-то чувствах в хорошем смысле этого слова. Ты вселяешь надежду, ты вселяешь уверенность. Ты будешь в человеке желание, ты задеваешь его самолюбие, ты, короче говоря, из дерьма его пытаешься поднять, и он встает. А многие говорят, я вот все сказал, а он все цифры выложил, все факты показал, слайды показал, сайты показал, а он не реагирует. Вся фишка в том, чтобы ты зацепил, задел его чувства. И чем проще и чаще ты это делаешь, чем доступнее ты для людей, тем более велик твой бизнес, тем более ты успешен. Вот так вот, я думаю. Отсюда последний и решающий вывод. Человеку, особенно на первоначальном этапе, когда он знакомится, особенно с таким бизнесом, как наш, который, я имею в виду компанию Дубли, который сейчас просто как весенний поток, вот, хлынет и накроет все наши регионы. И это очень важно, чтобы все было делалось легко, просто, чтобы это потом дублицировалось, чтобы это распространялось, как лесной пожар, как вирус. Тогда от человека к человеку молва. Ну как может быть идти молва от человека к человеку, когда повторить даже невозможно то, что ты говоришь, даже осознать, понять. Поэтому все должно быть элементарно, элементарно. И у нас все будет. Мы очень сильно разбогатеем, потому что именно у нас такой бизнес и такой подход для людей, для людей. Мы затрагиваем огромное количество людей. Каждый день миллион входит в интернет, и каждый день этот миллион будет узнавать о нас, о том, как Дубли изменит его жизнь в лучшую сторону. Мы сильно разбогатеем, и многие из вас станут великими благодаря этому бизнесу. Верьте в это, и так будет. Удачи! Продолжение следует...